Этот прибор позволяет посмотреть активность мозга и подтвердить диагноз – эпилепсия. Запись он ведет в течение 30 минут. У здорового человека диаграмма показывает ритмичные небольшие колебания. Однако по статистике каждый из 138 человек болен. Единственный в регионе кабинет по приему пациентов с эпилепсией и подозрениями на нее начал работу на этой неделе. Прием бесплатный по полису ОМС, однако только для тех, кому больше 14 лет. Пока кабинет будет работать два раза в неделю, это вторник и четверг с 15 до 18 часов. Запись по телефону будет доступна 97 18 63. Это телефон поликлинического отделения, научно-клинического центра. И пациенты, имея направление на консультацию к врачу-эпилептологу, могут попасть на прием. Прием начинается со знакомства. Идеально, если пациент принесет видеозапись приступа, который не обязательно бывает с судорогами. Нередко у людей просто плывет перед глазами. Многие думают, что эпилепсия не лечится. Однако это не совсем так. Она является хроническим заболеванием. И по наблюдениям врачей, в 67% случаев можно исключить шанс рецидива. Мы рекомендуем первый контрольный визит в случае назначения противоэпилептических препаратов проводить через месяц. Это позволит оценить эффективность терапии и, соответственно, возможные побочные эффекты. Считается, что в 60-50% даже монотерапия стандартными, их называют еще конвенциональными препаратами, позволяет добиться не только урежения, но и полного прекращения приступов. Стоит отметить, что раньше проблемами эпилепсии занимались врачи-неврологи. Теперь для этого есть специальный кабинет. Однако тесное сотрудничество продолжается. Оно необходима и с другими специалистами, например, психиатром и нейрохирургом. Сейчас кабинет продолжают оснащать. Большей части оборудования в нем еще нет. На базе кабинета будет функционировать подразделение, занимающееся электроэнцефалографией, как рутинной, так и планируемой в перспективе организацией видеоэгономиторинга. По всей видимости, будет привлечена служба лабораторная нашего университета. Возможно, речь будет вестись и о мониторинге содержания лекарственных препаратов в крови. Ну и, соответственно, консультативной помощи смежных специалистов, в том числе психологов, психиатров. Все это мы сможем сделать на базе нашего поликлинического отделения. По прогнозам врачей, только в этом году кабинет посетят 400 рязанцев. Запись ведется заранее. Свободного времени уже практически нет, ведь прием здесь длится не 10, а 40 минут, что позволяет исключить шанс неправильного диагноза. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова